Востребная группа, несмотря на лето, уже в сборе в Ульяновском колледже началась подготовка операторов-беспилотников. Это одна из самых перспективных профессий. Она входит в список топ-50 наиболее востребованных профессий. Можно выполнить съёмку данной местности, с беспилотного летельного аппарата построить 3D-модель. В Тюмени даже не всплеск, а настоящий взрыв аддитивных технологий обучают специалистов по профессии проектант 3D-принтеры. Печатают всё от искусственной еды до бионических протезов. Это новая совершенно специальность. Она пока ещё не очень так развита. По прогнозам экспертов, через несколько лет появится около 200 новых профессий. А нынешних специалистов заменят машины и технологии. Менеджеры, переводчики, администраторы. Спрос на них упадёт на 60-70%. Среди них золотошвеи. Чтобы промысел жил, на предприятии сотрудников решили обучать самостоятельно. Это с годами приходит уже опыт, практика большая. В следующем году из перечня профессий и специальностей среднего профобразования в России могут исчезнуть почти 100 позиций. Изготовитель эмалированной посуды, сушильщик в бумажном производстве, сборщик изделий электронной техники или радиооператор. Эта профессия тоже устарела технологически. Вместо неё в перечень введут новую. Монтажник оборудования мобильной связи. А ещё появится айти-медик, архитектор энергонулевых домов и тренер творческих состояний. Вот мы взяли 100 специальностей, к которым не обращались последние 5 лет никто, ни один человек. Но зато появляются новые специальности. Связаны они, конечно, с тем, что меняется мир. Активные технологии, работодатель техника, анхидроника. Те профессии, которые перед нами уже ставят время, вызовы, и на них отвечаем. Вузы срочно корректируют учебные расписания с учётом новых профессий. Металлургия, горное дело, ну и, безусловно, информационные направления, которые связаны с подготовкой специалистов для айти-отрасли, они тоже являются лидерами. Там практически максимальная конкурсная ситуация. И конкурсы достигает свыше 30 человек на место. В Саранском институте светотехники не было таких наглядных пособий, вспоминают будущие сотрудники лампового завода. Завод, кстати, обеспечивает 2000 рабочих мест по профессиям будущего. Студенческий клип о профессии инженер светотехник бьёт рекорды просмотров в сети. Рабочие профессии, у которых есть будущее, остаются. Российская сборная высокотехнологичных сварщиков и токарей готовится к чемпионату по стандартам WorldSkills под контролем нейропрограммистов компании Иннопрактика. Развивают оригинальность, инициативность, креативность, умение общаться и убеждать, быть внимательными к деталям и решать комплексные проблемы. Это то, что умеет только человек. Остальное за нас уже делают роботы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова